Общероссийское голосование за поправки в Конституцию продолжается. Уже второй день люди разных профессий отдают свой голос за принятие изменений. Как они повлияют на сферу образования нашему корреспонденту Фатиме Сейдометовой расскажет ректор КИПУ. Они сейчас с нами на прямой связи. Фатиме, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Мы сейчас находимся на избирательных участках номер 349 и 350. Наблюдатели, комиссия, все здесь, соблюдая меры предосторожности, работают с 8 утра. Сами граждане также приходят в масках, при входе меряют температуру и выдают одноразовые ручки. Сегодня свой голос отдали и студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова. Вместе с ними проголосовал и ректор вуза Чингис Февзевич. Сейчас рядом с нами. Селям алейкум. Чингис Февзевич, впервые страна принимает участие в таком голосовании, в таком формате. Впервые в основной закон страны вносятся поправки. Скажите, насколько они необходимы и какие изменения в образовании ожидаете в случае их принятия? Безусловно, все поправки очень важны. И сегодня в обществе уже созрели предпосылки для их реализации. Конечно, очень важны социальные гарантии граждан. Очень важны сохранения исторических и культурных ценностей нашего государства. Важны сохранения институтов семьи. То, что свойственно нашему менталитету. Вместе с тем, если говорить о вашем вопросе, то лично мне очень импонируют поправки, внесенные в 71-72 статью Конституции, где наука вводится в основной приоритет развития нашей страны. 114-я поправка, где правительство Российской Федерации наделяется особыми полномочиями для реализации научно-технологического прорыва в этом направлении. Поэтому также очень приятно, что дети сегодня введены как основной приоритет национальной и государственной политики нашей страны. И если мы сможем обобщить и объединить вот этих два фактора и сможем стимулировать развитие у детей научно-исследовательской деятельности, то я глубоко убежден, что впереди мы можем быть совершенно спокойны за наше будущее. Большое спасибо. Чок Саунас. Чингис Якубов, депутат Госсовета Крыма, ректор Кипу имени Февзи Якубова. Но мы напоминаем, что до 1 июля включительно по всему Крыму работает 27 территориальных и почти 1200 избирательных участков. Их двери открыты с 8 утра и до 8 вечера. Проголосовать может каждый из вас. При себе необходимо иметь лишь паспорт. На этом у меня пока все. Студия.